Ассаляму алейкум, рахматуллах и барракату всем братьям и сёстрам. Итак, как тебя зовут? Юнь. Юнь? Это круто. Мы сейчас так-то в сентябре. Как дела у тебя-то? Все в порядке, дружище. Юнь? Да. Я полагаю, что ты, возможно, самый первый человек, с которым я общаюсь, кто поклоняется сатане. Итак, расскажи мне всю историю. Я был христианином на протяжении двух лет, когда мне было 18 лет. Вообще, я узнал обо всем об этом от моей бывшей, которая была на тот момент ведьмой и язычником. Она ведьма. Хорошо. Она была сатанисткой, и я все это узнал через нее. Чем больше я узнавал, тем дальше я уходил в это. Я был в храмах в Америке. Все это, в общем, работает. Ммм, это работает? Ага. Это помогает мне в жизни. Что ты имеешь в виду, подработает? Дает мне полную свободу делать то, что я хочу, и быть тем, кем я хочу в пределах разумного. И все же чувствовать себя хорошо в ином мире. Но кто обещал тебе жизнь после смерти? Бафомет. Он пообещал тебе. Ага. Почему ты уверен в его словах? В книге «Книга законов» Алистера Кроули, он говорит, что иерархия демонов не может превзойти другого демона. И получается, все, что он сказал, как властелин ада, является правдой. Итак, я собираюсь обратиться к Суре Ибрагим, и мы можем найти здесь кое-какой смысл. Получается, что ты поклоняешься сатане. В какой-то степени. Почему ты ему поклоняешься, и заслуживает ли он поклонения? Мы, в общем, поклоняемся Бафомету, и в конце молитвы мы говорим «Слава сатане». Хорошо, кто же этот Бафомет? Бафомет, он выше сатаны. Ага, выше сатаны, получается. А он кто тогда? Мы его называем Иблис. Как? Мы называем его Иблис. У нас, в общем, есть Иблис и его армия. Ага, то есть получается, что Бафомет – это Иблис? Я полагаю, да. Почему же он все-таки заслуживает поклонения? Он обещает хорошую жизнь после смерти. Хорошую жизнь после смерти? Ну, и еще умиротворенность. Но как же он тогда? Окей, когда ты говоришь про сатанизм или про сатану, мы же не имеем в виду кого-то положительного и хорошего. Да, верно. Как ты определяешь кого-то, кто хороший? Итак, само слово «сатанизм» происходит из «сатан» и «изм». И эти оба слова, эти оба слова произошли из латинского. Сатан означает «сопротивление». То есть сопротивление. Да, а «изм» происходит от слова «измаиль», который означает «бог». То есть получается, это сопротивление Богу. Ага, хорошо. А как сопротивление Богу может быть чем-то хорошим? Бог хороший. Мы это не отрицаем. Мы также согласны с хронологией из Библии. Адам, Ева, Иисус Христос. Но мы не разделяем его взгляды на жизнь. В нашей доктрине очень много отсылок на Библию и то, чему следует придерживаться. Но вот, например, в Библии указано то, что нельзя иметь интим до свадьбы, верно? Да. Или, например, ты не можешь быть геем. Да. Мы не придерживаемся этому. И почему же? Ну, типа, этого в общем нет в нашей доктрине. То есть получается, мы мятежники. Ага. То есть получается, если ты востоишь против Бога, кто по сути является Господом Всевосущего, и в свою очередь получается и создателем... Как там его? Бэкто? Бафомет. Как? Бафомет. Бафомет. То есть Бог создал Бафомета? Нет. Да? Нет. Да. Бог создал Бафомета? Бафомет был всегда здесь. Ага. То есть получается, что Бафомет — это Бог? Неа. Хорошо. Ты подтверждаешь существование Бога. Тогда скажи, что ты считаешь атрибутами Бога? Ну, могущественное знание. Было ли у Бога начало? Нет. Как? Я понимаю, я понимаю то, что здесь нет логического смысла в широком понимании этого. Это за пределами человеческого понимания. Получается так, что если поставить две всемогущие силы против друг друга, ты не узнаешь исход этого события до Судного дня. Нет, тут дело в другом. Что касается Судного дня, в общем, смотри, я тебе сейчас кое-что покажу. Вот. Когда дело свершится, сатана скажет. То есть получается, он скажет, вот ад чист, и вот рай чист. Воистину, обещание Аллаха правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. То есть получается то, что сатана обещает тебе ложь. И в Судный день, когда ты будешь с ним, он скажет тебе вот это. Да, именно это. Воистину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне. Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания. Получается то, что сатана врал тебе, и ты следовал за ним. Вот еще один факт, хотя это противоречиво, потому что Аллах говорит в Коране, что если бы было больше одного бога, они бы сражались друг с другом. И вообще, сам факт того, что вы следуете за сатаной и знаете, что бог является самым могущественным и единственным богом, то получается, в конечном счете он должен создать... Можно я скажу? Давай. Вот смотри, все, что ты сейчас говоришь, это все из Корана. Да. Но мы не следуем Корану. Также мы не поклоняемся сатане, мы поклоняемся Бафомету. И ты сейчас говоришь то, что две силы станут в противодействии друг другу. Судный день. Но этого не будет. Нет, это будет. Судный день ты увидишь, что будет, как это было описано в Библии. Я не знаю. Озеро огня. И это всего лишь только одно предложение из Библии касательно этого. Почему же он не описал все досконально, что будет там? Ага, ну вообще-то это все есть в Коране. Вот, кстати, именно поэтому я считаю, что Библия была подкуплена. С чего такие выводы? Сами богословы были подкуплены, все было изменено. В самом Коране сказано об этом. Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят это от Аллаха. Забудь, что говорят мусульмане. Открой сам Библию и посмотри, хорошо? А тот, кому ты поклоняешься, не заслуживает этого. И почему же он не заслуживает поклонения? Потому что есть то, что сильнее и могущественнее, чем он. Нет же. Да же. Твой Бафомед не заслуживает поклонения, потому что что-то же его создало. Никто не создавал его, дружище. Нет, только Бог это тот, кто не был кем-то создан. Окей. Ты знаешь, что такое Кантос? Не. Окей, вот смотри, у вас в Исламе есть хадисы. Сатанинские Кантоны — это поэмы, которые были созданы после смерти Данте. Окей. В одной из них Данте сказал то, что, хотя могут быть два более могущественных божества, чем я, есть одно достойное. Окей, получается, две силы есть. И какая тогда достойна поклонения? Ученые выяснили из этого то, что Данте верил то, что несмотря на то, что есть два божества, которые будут сражаться в Судный день, есть что-то, что создало их. И это уже за грани понимания человеческого разума. То есть, получается, если есть два божества, и одна из них достойна поклонения, наша точка зрения все еще остается в силе. Мы верим в Сатану и то, что у него есть особая сила. Но все это было дано ему Богом. У Антихриста есть тоже особая сила, но дана Богом. Сатана — это не Бафомет, мой друг. Да, я знаю, но Бафомет, в свою очередь, наделен определенной силой, которая дана ему. Мы его относим к Иблису. И ему была дана сила Бога, потому что он сказал Богу, «Предоставь мне силу до наступления Судного дня, и я веду их в заблуждение». И то, что ты сейчас делаешь, если в двух словах ты отвергаешь Бога. Потому что Бог всегда что-то делает, и получается то, что ты используешь свою логику против Бога. И в этом как раз-таки и причина, почему Бафомет и Иблис были введены в заблуждение. Потому что Бог сказал им... Ты только что сказал, что Иблис — это сатана? Нет, я просто взаимозаменяю эти слова. Получается так, что Иблис — это самый главный тип. Он тот, кто не подчинился, и тогда все это началось. И у него также есть дети, всякие маленькие чертики и так далее, ты знаешь. Они могут нашептывать тебе, пока ты молишься, говорить тебе, что делать, а что нет. То есть, получается, эти черти — это его армия. То, что сейчас я тебе пытаюсь донести, это то, что когда Всевышний сказал им поклониться перед Адамом, то Иблис сказал «нет». Но почему же он сказал «нет»? Потому что он использовал свою логику, свою акль, логику, вместо накль, что является предписанием Бога. Это именно то, что ввело его в заблуждение. И вот то, что ты говоришь прямо, мол, ты веришь в Бога, но ты не следуешь его предписаниям. Да. И причина заключается в том, что ты используешь здесь свою логику в то время, как она тебя вводит в заблуждение. Ты не только поклоняешься тому, что не заслуживает поклонения, Иблис, Бафомет... Ммм, но то, что ты мне сказал, мы уже в это верим. То, что Бог создал сатану, наделил его определенной мощью, а затем выкинул его в огненное озеро. Окей, получается, он создал Бафомета. Неа. Так вот в чем проблема. Мы утверждаем то, что он создал Бафомета. Как тогда можно утверждать о двух мощных силах? Окей, но как вы называете Бафомета в своем Коране? Иблис, потому что тот, о ком ты говоришь, он первый в иерархии. Но Бафомет — это не сатана. Это две абсолютно разные личности. Я скажу так, я полагаю то, что Бафомет должен быть Иблисом. Получается так, что если он является высшим по иерархии, я это говорю сейчас, исходя из наших преданий, он просто обязан быть Иблисом. Ты поклоняешься Бафомету, верно? Да. Ну и он Иблис 100%. Послушай меня, дружище. Исходя из Корана, вы верите только в одного сатану, верно? Нет, получается, есть сатана и его большая армия. А, прошу прощения. Выходит так, что есть Иблис. То, что ты сейчас говоришь, ты полагаешься на Коран. Но если ты обратишься к древним доктринам и различным скриптам, там получается два совершенно разных существа. Как ты и сказал, Иблис и его многочисленная армия. У нас есть сатана, Бафомет и его сподвижники. То есть, получается, у нас есть сходство. Так, хорошо. Но почему ты поклоняешься ему, если он не является источником зла? Но Бафомет не является источником зла. Нет, является. Послушай, друг. Сатана является источником зла, окей? И поэтому мы не поклоняемся сатане. Несмотря на то, что моя религия называется сатанизмом. Я уже говорил тебе про этимологию этого слова. То есть, противодействие Богу. Сам же Бафомет является сподвижником именно Бога. Он описан как положительная сущность. И он, в свою очередь, дает тебе право на хорошую жизнь после смерти. Так, секунду, подожди. Давай. Нарисуем его. Как он там выглядит? Он козел. Что-то вроде этого получается, да? Ага. Окей, а вот здесь у нас будет Бог, а тут Сатана. Ты поклоняешься Бафомету? Да. Бафомет. Чей напарник? Сатаны. Или Бога? Созданный Богом. Упал в озеро и стал Бафометом. То есть, получается, он был создан Богом? Так, хорошо, расскажи мне тогда о атрибутах Бафомета. Расскажи мне что-нибудь о нем. Атрибуты чего именно? В способностях? Или как выглядит? Расскажи все, способности, как выглядит. Ага. Так, окей. В общем, он изображен в виде козла с человеческим телом. У него есть грудь и мужской орган. Он является, в свою очередь, символом дуальности. И его атрибуты такие атрибуты, как и у Бога. Скажи мне, пожалуйста, как он может быть Богом, если у него есть грудь и мужской орган, и голова у него, как у козла? Скажи мне, как это возможно? Как вообще-то существо резонирует со всемогущим, с и знающим Богом? С Богом милости и справедливости? Ну, понимаешь, он просто так изображен. Ага, а почему он изображен именно так, а не иначе? Он изображен как символ дуальности. Получается так, что сама дуальность, она исходит от мужского и женского начал, а также изображение козла показывает также животное начало. Типа как три в одном. Ага, ну вот так я могу веровать в то, что он действительно Бога достоин поклонения? Ну, во-первых, он обещает хорошую жизнь после смерти, если ты следуешь его предписаниям и взглядам на жизнь. То есть, получается, если ты поклоняешься ему, то ты получаешь то, что ты хочешь. И что же ты получишь на том свете? Ну, смотри, тут как в исламе. Знаешь 7 уровней, Джаннат? Ну, вообще там больше. Окей, ну как я понимаю, в сатанизме, исходя из девяти кругов ада по Данте и по второй части Божественной Коменде Чистилище, здесь описывается девять кругов ада. Окей. Семь из этих кругов ада приносят боль. То есть, ты проходишь через них за свои грехи. А оставшиеся два на самом верху — это и есть рай, где ты можешь иметь все, что ты хочешь. Обычно я привожу такую аналогию. Если ты веришь в то, что ты можешь продать свою душу дьяволу и получить все, что ты желаешь в этом мире, то если ты попадешь в ад, который управляется Бафометом, он даст тебе все, что ты хочешь на первых двух кругах ада. А, то есть в аду ты получишь все, о чем пожелаешь? Да, на первых двух уровнях. Но ты в огне, как это вообще? Там нет огня. А если попросить там воды? Можно воды, пожалуйста? Но мы же в адском огне. Ну, там нет огня. Ну, ты сказал, там огонь. Я сказал только, на первых двух кругах нет огня. А что там? Рай. Ну, ты сказал то, что другие три — это рай. Те две, которые на верху — это рай. Остальные семь — это боль и страдания. Так, секунду. Ты сказал то, что если ты будешь подчиняться, то попадешь в рай. Да. Попадешь в рай? Да. В моем понимании, ты сейчас описываешь Бога, ты просто дал Ему имя Бафомет, и ты называешь это поклонением. То, чем ты сейчас занимаешься — это ширк, это идолопоклонничество. Типа, я собираюсь называть его не Бога, а Бафомет, и я буду следовать его предписаниям и поклоняться Ему. Кстати, у нас еще тут изображен Бог на картине. В чем смысл Бога? Что он вообще здесь делает? Просто наблюдает, что ли? Смотри, причина того, что мы поклоняемся Бафомету, а не Богу, заключается в том, что Бафомет дает нам больше свободы, нежели Бог. А, понятно. Ну, знаешь, там, в отношении интима и так далее и тому подобное. Одну секунду. То есть, получается, ты, как не спасла Аллах в Коране, поклоняешься своим желаниям. И вот смотри, что ты делаешь. Хорошие желания. Да, 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 ты можешь назвать это как угодно. Ага, вот у нас желание. Хорошие желания. Вот это Бог, исходя из того, что ты сказал. И это именно так, как Сатана был введен в заблуждение. Аллах приказал ему подчиняться Адаму. Тогда Сатана сказал, нет, я лучше, чем он. В тот момент он подчинился своей логике. В тот момент, когда он сказал то, что он лучше, чем Адама, он показал, насколько он глуп, и то, что он не лучше Адама, потому что он показал свое высокомерие. А также он сказал то, что я сделан из огня, в то время как он из глины. Бог наделил его разумом и логикой, и он использовал это против Бога. То, что ты сейчас говоришь, это неверно. Нам не нравится то, что говорит Бог. Мы собираемся следовать то, что мы называем Иблис. Мы собираемся следовать нашим желаниям. Именно он собирается осуществить наши желания. Итак, мы просто возьмем и создадим воображаемое существо с грудью и мужским началом. И назовем его Бафометом. Все это сводится к тому, что ты следуешь своим желаниям, потому что это существо в лице Бафомета просто не существует. Я так считаю. И все это ты придумал у себя в голове, мол, давайте этому следовать. Но... Это так представляется мне. И ты же, в свою очередь, следуешь ему только потому, что он позволяет тебе делать то, что ты желаешь. И Аллах в Коране указывает, видел ли ты о пророк того, кто своим богом сделал свою прихоть? Мой друг, я повторю уже достаточно большое количество раз то, что они не одно и то же. В то время, когда сатана говорит, следуй своим желаниям, Бафомет... Я сейчас не про сатану говорю. Я говорю про Бафомета. Окей, Бафомет. Несмотря на то, что он позволяет тебе делать вещи, которые ты хочешь, интим до свадьбы, быть геем, трансгендером и так далее, позволяет тебе делать такие вещи, которые не дозволены в Библии. И все против того, что не спасал Бог? Да. Да, что он дает тебе право свободного выбора, что делать, а что нет, кем быть, а кем не быть. Ты следуешь ему только потому, что он позволяет тебе делать то, что ты хочешь по сравнению с Богом. И ты считаешь это достойным поклонением, и сам ты в этом не уверен. Как я уже сказал, Аллах указывает, видел ли ты, о пророк того, кто своим богом сделал свою прихоть? Тот, кому ты не подчиняешься просто потому, что ты не понимаешь сути, хочет для тебя все самое лучшее. Не ослушивайся его только потому, что тебе это не нравится. Бафомет в твоем понимании достойен поклонения только потому, что он предоставляет тебе свободу интима. Но это не означает то, что он есть добро. Вот смотри, например, если ты подойдешь к ребенку, предложишь ему шоколад или брокколи, как думаешь, что он выберет? Шоколад. Ну разве от шоколада будет польза? Нет. Здесь такая же ситуация. Бог дает тебе брокколи, а ты говоришь, что ты хочешь шоколад. Если ты начнешь есть шоколад, то это не будет полезно для тебя. И знаешь, что удивительно? То, что Бог говорит тебе. Да, здесь есть шоколад, который ты можешь взять, но тебе следует быть терпеливым. И для тебя будет лучше выбрать пока что кое-что другое. Напомни, как тебя зовут? Юнь. Вот смотри, я сейчас разговариваю с тобой, но мне нужно делать зикарь. Я имею в виду мою молитву, чтобы защитить тебя, потому что ты идолопоклонник. Нет, нет, я не говорю то, что ты плохо, не пойми неправильно. Я просто обязан защитить тебя, потому что ты веришь в другое, там, сатана, джейны, но все же я хочу, чтобы ты подождал меня после того, как я закончу свою молитву. Кстати, практикуешь ли ты магию? Нет, я не практикую. Но ты же говорил то, что ты был с кем-то, кто был ведьмой или что-то в этом роде. Да, она была моя бывшая. Но она была сатанисткой. Хорошо, слушай, Юнь, ты наш напарник. Извини то, что, может быть, я как-то тебя обидел. Извини, я не хотел. Я это все рассказываю, потому что хочу для тебя все самое лучшее, подобно тому, как я это себе желаю. Я считаю то, что этот путь, на котором ты сейчас, в корне неправильный. Возможно. Если ты прочитаешь Коран, все будет хорошо, просто дай Корану шанс. Да, я, кстати, уже собирался. Я уже, кстати, в мечети был. О, отлично, без проблем. Смотри, я могу дать себе свой контакт, и мы можем сходить вместе. Самое главное, запомни, Бог хочет все самое лучшее для тебя. Просто подумай об этом. Иметь все, что ты хочешь, не означает то, что это является благом для тебя. Есть определенные вещи, которые Бог создал для нас. Конечно, ты можешь жениться, и не обязательно заниматься этим до свадьбы. Вот еще, например, есть много соков. Апельсиновый, яблочный, малиновый. Тут и алкоголь не нужен. Есть много мяса. Курица, говядина, утка. Просто держись подальше от свинины. Али, я вот что еще хотел сказать. Омба Фомет дает тебе что-то только в определенной степени. Да, Июнь, это все очень интересно. Вот даже если Ба Фомет и дает тебе все, что пожелаешь, почему же ты не поклоняешься тому, кто является Богом? Ну, он просто дает мне много свободы. Подожди, Июнь, но почему же ты считаешь, что что-то есть хорошо? Вот смотри, Бог дает тебе право на АБЖЗИ, а Сатана дает тебе АБВГД, но не дает тебе ЖЗИ. Ну да. Мужик, ну здесь же незначительная разница. Продолжение следует...